Стихотворение «Письмо к матери» написано Сергеем Есениным в 1924 году. После долгой разлуки с этим самым своим любимым человеком поэт решил наконец отправиться к Татьяне Фёдоровне в родную деревню Константиново. Он позвал с собой двух приятелей. Но в самом начале пути вся троица чересчур увлеклась распитием горячительных напитков в буфете железнодорожного вокзала и опоздала в вагон поезда. Поездка не состоялась. Горько сожалея об этом, Есенин на следующее утро написал проникнутое глубоким чувством стихотворение «Письмо матери». В нём теснейшим образом переплетаются две темы – искренне, неподдельная нежность к матери и покаяние за растраченные годы, за кабацкие драки, которыми изобиловала жизнь поэта после революции. Однако Есенин не ощущает себя безнадёжно погибшим. Прежняя нежность к родным местам, к низенькому отцовскому дому и его белому саду продолжает жить в душе стихотворца. Его нетрезвые буйства во многом были напускной маской или следствием изломов личной судьбы, которую сковеркала беспощадная эпоха становления большевистской власти. «Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось», – замечает Есенин. «Но, хотя он и просит, чтобы мать больше не учила его молиться, всё стихотворение звучит как подлинная христианская молитва, как гимн чистосердечного сострадания, жалости и любви». Композиция «Письма матери» близка к кольцевой. Начальное упоминание о том, что мать в ожидании сына ходит на дорогу в ветхом шушуне, почти дословно повторяется в конце. Размер стихотворения – пятистопный хорей с укороченной стопой во второй и четвертой строках. Внешне произведение написано в жанре послания, однако на самом деле оно гораздо ближе к лирической исповеди или размышлению. Из средств выразительности Есенин пользуется здесь метафорами «синий мрак, несказанный свет», «эпитетами», «мятежные, горькие», «просторечными выражениями», «пропойца», «бреть», «саданул», «шушун». Субтитры создавал DimaTorzok